Вирус африканской чумы свиней почти вплотную подошел к Алтайскому краю, однако регион готов встретить его во всеоружии. Об этом губернатор Александр Карлин рассказал журналистам на встрече в формате медиалога. Мы закупили специальное оборудование, которое позволяет в том числе и произвести утилизацию зараженных биопродуктов, включая трупы павших животных. Не перевозя их в другие места, на какие-то заводы, а если это объема позволяет, то провести эту утилизацию на месте непосредственно, исключить трафики этой заразы. Это современные дорогостоящие агрегаты, мы их купили, они называются утилизаторы, наша ветеринарная служба ими оснащена. По словам губернатора, Алтайский край – один из немногих регионов страны, который в последние годы реализовал специальную программу по утилизации биоотходов. Речь идет о полной реконструкции почти 300 скотомогильников, напомним заболеванию вирусом африканской чумы, подверженные домашние свиньи и дикие кабаны. Среди мер, которые принимаются в крае, усиление контроля за ввозом свиного мяса, а также живых свиней из других регионов. Кроме того, на границе с Новосибирской областью будет вестись отстрел дикого кабана. Предлагается ужесточить требования к содержанию выгулу свиней на частных подворьях. По данным управления Россельхознадзора по Алтайскому краю, республики Алтай в регионе содержат 627 тысяч свиней, подавляющее большинство из них в личных подсобных хозяйствах.